Уже издалека слышится собачий лай. Животные, почуяв чужих, подают сигнал хозяину. На 15 сотках живут 124 собаки и 45 кошек. Судьбы их незавидные. Почти все столкнулись с человеческой жестокостью и предательством. Иногда и сами находим, конечно, да. Иногда люди приносят, звонят, да. Ну, то есть здесь животные, которые, так скажем, попали в беду. То есть здесь кто-то там с битой машиной, с различными заболеваниями, брошены хозяевами. Вжик попал под колеса машины. С двойным переломом позвоночника в естественных условиях собака бы погибла. Она выжила только благодаря Александру. Он случайно нашел ее на дороге. К сожалению, из-за тяжелой травмы вжик больше не может ходить. Такие операции даже у людей вряд ли делают в таком переломе. Но у животных точно специалистов, к сожалению, нет. Но, тем не менее, видите, он очень быстро приспособился к транспортному средству. То есть у него на привыкание ушло буквально неделя. А это Джек. Здесь его зовут актер. За четыре месяца жизни он успел сняться в кино и в рекламе собачьей еды. Даже заработал три тысячи рублей на лакомство себе и друзьям. Ласковый, умный пес. Его мечта, как и всех собак этого приюта, найти любящего хозяина. В среднем, получается, за год удается пристроить взрослых, к сожалению, две-три собаки, не больше. Щенков, конечно, побольше. Щенков иногда удается 10-12 за год пристроить. История Одинцовского приюта началась в 2000 году. Держать в квартире найденных животных Александр больше не мог. Землю взял в аренду. Сейчас главная задача – продлить договор на нее. Для этого власти приняли решение изменить статус участка, официально разрешив использовать его для ветеринарного обслуживания. Отнесение к данному виду использования позволило нам установить арендную плату для фонда в размере 5000 рублей в год. То есть 1200 рублей в квартал будет составлять арендная плата. Я думаю, это достаточно померная сумма для фонда. Ну а дальше надо обращаться в правительство области и решать вопрос о продлении аренды. Подписанный сегодня документ о льготных ставках приближает эту цель. Не окончательная еще, как говорится, точка в наших хождениях по мукам. Но все-таки, конечно, да. Я буду надеяться, что уже в скором времени все благополучно завершится. Будет уже подписан окончательный договор. Содержать приют – дело сложное. Только на еду. В месяц уходит несколько тонн крупы, мяса и костей. Собаки здесь не выглядят голодающими и замученными. Помогают неравнодушные люди и волонтеры. Хотя в основном хозяин все делает сам. Он не жалуется, не просит денег, лишь бы его животных не лишили дома. Анна Макарова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова